Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, 13-е Ниссана, 13-е Ниссана. И мы продолжаем изучать Тору. 14 апреля, 13-е Ниссана, завтра Песох. Завтра Песох, вечером наступает. И, значит, у нас есть возможность освободиться. Освободиться от чего хочешь. Вот от чего хочешь, от того можно освободиться. И это очень серьезный вопрос, от чего освобождаться. Потому что вот есть у человека, например, его желание. Есть у человека его желание. Например, я знаю, есть такое упражнение. Человек садится и пишет 100 желаний. Он пишет 100 своих желаний, которые у него внутри есть. То есть у каждого из нас есть какие-то внутри вот такие вот искорки желания. Назовем это, ну, какие-то искры желания. Вот человек написал себе список 100 желаний. Дальше у него есть вопрос. Он может сказать себе. Я буду реализовывать свои желания. То есть я освобожусь от всего, что мне мешает реализовать мои желания. И это выглядит вроде бы как свобода. То есть он говорит так. Первое мое желание уехать на Бали, например. Или там уехать, поехать куда-то. Ну, в любую точку. Вот хочу. Теперь, а что мне мешает? Мне мешает моя работа и мне мешают мои там какие-то обязательства, да, перед семьей, близкими и так далее. Значит, если я хочу, свобода же это делает то, что я хочу. И получается он берет и освобождается от того, что ему мешает. Бах, уехал он, да, освободился от работы, освободился от семьи, выполнил свое желание. Хорошо. Второе желание в списке открывает. Хочу купить машину. Что ему мешает купить машину? Что ему нужно, чтобы выполнить свободно, быть свободным и выполнить свое желание? Ему не хватает денег на это, да? Он думает, блин, вообще, что ж такое? Как же я возьму, как же я реализую свое желание купить машину? О, а у меня же есть деньги, мне друг оставил на хранение. Так я сейчас, что мне мешает взять эти деньги и купить себе машину? Мешает, что нельзя брать чужие деньги. Освобожусь от всех этих барьеров. И, значит, берет он, забирает деньги друга. Все, у него есть теперь и машина тоже. Реализовал второе свое желание в списке. Третье желание у него в списке, это, значит, какое может быть еще третье желание у него в списке? Вот такого человека, у которого первое положение поехать куда-то, второе купить машину. Третье желание у него тогда поехать в Синай, например, поплавать там на досках, просто пожить там, повисеть. Что ему мешает? А муж у него же машину купил, и друг ему мешает. Он бросил машину, уехал туда. То есть, когда человек идет по реализации своих желаний, ему все время нужно освобождаться от того, что ему мешает. А так как у него желаний много и барьеров тоже много, то что получается? Получается, что вся его жизнь превращается в путаницу, потому что реализация одного желания ведет его в противоположном направлении с его другим желанием. И из этих 100 желаний, которые у него внутри есть, у него остается обязательно 90 или 80 дней реализованными. А те 20, которые он реализует, у него за них идет очень большая расплата потом. Потому что реализация одного желания вызывает какие-то противоречия с другими желаниями, с другими людьми, с какими-то законами. Что же это за свобода такая? Что это за свобода вообще, если человек получается постоянно... А если я не делаю свои желания, то что? То я себя чувствую не свободным. Как это так? Я не свободен? Мне что-то мешает. А самое еще, знаете, тяжелое, что у человека внутри, у него внутри есть как бы две составляющие. Одна хочет, вторая мешает. Одна говорит, сделай эту часть, а вторая внутри же говорит, не делай. Где свобода? Где свобода? И вот, значит, что получается? Получается, 14-го Ниссана мы выходим на свободу из рабства. А что? Ну как же это так? То есть мы должны выйти на свободу. И тут нам приходит спасение. Приходит спасение. В чем спасение? А спасение в том, что Тора, она и есть свобода. Заповеди, когда они были высечены на скрижалях, то они, называется, говорит Усна Тора, что Харут, Харут это выбит на камне, а Херут это свобода. Что эти заповеди дают свободу. Как? Это Тора еще, это система ограничений, система предписаний, система, которая тебя регламентирует в каждом шаде твоего действия, в каждом твоем шаде тебя регламентирует система. И это свобода, а вот именно это и есть свобода настоящая. Потому что, когда ты выходишь из путаницы, в которую загоняют тебя твои противоположные желания, на очень системную такую, как бы, некая система, которую дал Всевышний и которую уже приняла твоя душа. То есть, весь вопрос в том, я это кто? Я это мои желания, которые, это как информационные гарпуны, такие, которые загнали мне в мозг программисты или случайным образом. Человек, что он хочет? Он не может хотеть то, что он не видел. А все, что мы сегодня видим, нам подготавливает именно маркетинг, интернет-маркетинг. То есть, нам просто в голову загоняют образы, загоняют форматы, загоняют все вот эти вот проплаченные там ютюбовские передачи, 10 лучших мест, которые ты обязан посмотреть. Каждое место заплатило деньги для того, чтобы заплатили блогеру, для того, чтобы он красиво снял и показал нам, куда я должен хотеть попасть. А потом, когда я должен туда хотеть попасть, я должен заработать, чтобы туда поехать. И они все заработали. Блогер заработал, хозяин места заработал, страна заработала, ютюб заработал. Все заработали денег и потратят их туда, куда на их уровне им загоняют в голову блогеры, которые продают. Вот так работает этот мир лжи. Теперь Тора. У человека есть, кроме его желаний, удовольствий, удовлетворения своего «хочу», у него есть духовная составляющая основная – это душа. И душа, она понимает, что истинное наслаждение, цель жизни и настоящий путь в жизни – это соединяться со Всевышним. И есть система, которая тебя соединяет со Всевышним. Тора, заповеди. И ты в Песах можешь… В чем заключается свобода? Ты вырываешься из этих тисков маркетологов, ты вырываешься из тисков своих привычек, потому что то, что ты делаешь день, второй, третий, десятый – это уже ты в рабстве своей привычки. Человек, который, например, поздно просыпается, он не может вдруг начать проснуться рано. Вдруг может. Но у него его ТЭВа – это как трактор, который уже едет по… вот так медленно он едет в сторону того, что он встает поздно. Другой человек курит, третий человек пьет, четвертый человек там ругается, пятый человек… У каждого из нас есть рабство своих привычек. Кто-то переедает, кто-то еще что-то. И вот в Песах как раз у нас есть возможность выпрыгнуть из этого рабства. Выпрыгнуть из рабства привычек, выпрыгнуть из рабства желаний. Куда выпрыгнуть? А куда-то же надо выпрыгнуть. Ты не можешь откуда-то уйти и никуда не прийти. То есть ты не можешь просто освободиться и зависнуть в воздухе. Выпрыгивать можно только в ТОРУ. Тогда тебе понятно. Утром ты проснулся. Все, значит, сказал, поблагодарил Всевышнего, что проснулся. Сказал, сделал не телать едаем. Сказал все утренние благословения. Пошел на молитву. Помолился. Потренировался. Покушал. Сказал Беркат Амазон. Пошел, поработал. Поучился. Поучил ТОРУ. Выучил наизусть ТОРУ. Выучил наизусть ТОРУ. Сделал в день 10 добрых дел. Ну, там масса возможностей. И когда ты все свои цели привязываешь к служению Богу, у тебя вся твоя жизнь, она тебя поднимает. И это и есть свобода. То есть ты точно знаешь, что такое свобода. И ты не находишься в рабстве у людей, у природы. Даже можно выйти из рабства природы, потому что ты над природой. Это то, куда мы выходим вот завтра на свободу. И нужно постараться подготовиться и выйти на свободу. Дальше. Значит, сегодня как раз книга о Йом-Йом. Нам рассказывает 13-го Ниссана эта книга, что сегодня как раз, сегодня 13-го Ниссана, Йорцет, годовщина ухода из этого мира, Рэбе Цемах Цедека. Это был третий Любавичский Рэбе. Ушел он из мира в 1866 году в городе Любавиче. Похоронен он там же. И, значит, что про него известно? Что начал он писать труды уже свои в области устной торы, талмуда, закона и в области тайной торы. Знаете, в каком возрасте начал писать? В 12 лет. В 12 лет он уже писал книги о тайнах торы. То есть до 12 лет он уже изучил всю тору, а с 12 лет он продолжал изучать тору, углубляться и писать свои книги. Вот, пожалуйста, написал он эти книги, воспитал учеников. Сегодня у нас... Умер он в 1866 году, ушел. А сейчас у нас какой год? Прошло 160 почти лет. 160-156 лет прошло с момента его ухода из этого мира. А мы все про него помним. Тысячи людей изучают. И сегодня, вот мы сейчас вспомнили. И чтобы ему там было в раю, у него, оп, и поднятие души сейчас пошло в раю. Он еще пошел выше, потому что он сам рос своим трудом, пока в духовном росте он рос, да, пока он жил в этом мире. Потом он вышел из этого мира, перешел в следующий мир. И сейчас его рост там уже зависит от того следа, который он здесь оставил. А он оставил огромный след. Множество книг, множество учеников. Хасидут Хаббата. Огромные тысячи, тысячи людей. Значит, сегодня празднуют его уход, переход из этого мира в следующий мир. Вот это вот жизнь. И свобода. Теперь дальше. Обретение неба на земле. Книга «Обретение неба на земле». Закончилась у меня энергией, можно сказать, да. Энергией у меня закончился заряд в компьютере. А мне нужно... Принесешь мне зарядочку? Снизу рюкзак. Вот просто рюкзак возьми снизу, да. Значит, закончился у меня заряд в компьютере. И поэтому я сейчас буду рассказывать по памяти, да, то, что сегодня как раз мы изучаем в недельной главе. Мы изучали сегодня в недельной главе законы, законы, связанные с кровью. Именно в кусочке сегодняшнем главы Ахараймот мы изучали законы, связанные с кровью. Значит, кровь в Торе написано, что в крови душа человека. Это очень интересно, что в крови душа человека. И это понятно. Это очень как раз понятная такая, понятная идея. Потому что кровь, она переносит по всему организму человека, она переносит жизненную силу. То есть, вот, например, у меня отец мой, Захраной Левраха, упомянут добру, он, значит, последние годы у него была болезнь крови какая-то. И у него не хватало демоглобина. То есть, у него все время, он просто сдувался вот так вот. И ему, когда у него падал демоглобин, ему каждый месяц или каждые два месяца вливали кровь. И он ему вольют кровь, там, 250-500 грамм крови, да, представляете? Годы ему вливали эту кровь. И он, значит, оп, у него демоглобин поднялся. И он, значит, такой, как бензина добавилось. Он оживал. Месяц он ходил такой живой, такой энергичный. Потом, оп, опять у него жизненная сила падает, падает, падает. Ему опять вливают кровь, опять она поднимается. То есть, кровь – это жизненная сила. Теперь в крови находится животная душа человека. То есть, вот та душа, которая оживляет, оживляет тело, она находится в крови. И как это работает? Например, у человека он увидел опасность, да, какая-то опасность какой-то дитезверь. У него, значит, сразу – это дитезверь. У него вызывает в образ этого дикого зверя опасность для жизни. И у него пошло выделение в организм адреналина. И этот адреналин через кровь попадает в мышцы. И у него прямо сила вырастает в несколько раз от этого адреналина. И он просто запрыгивает на дерево, потому что у него в крови пошел сигнал. Все гормоны, гормоны радости, гормоны депрессии и так далее – все это идет через кровь. Сила идет через кровь. Восстановление мышц идет через кровь. Все идет через кровь. Теперь получается, сегодня мы учили, что есть у человека… Есть у человека здесь, вот как раз мы учили здесь, что когда ты приносишь жертвы, там этой кровью, кровью этих животных, ей брызгали на… Жертвенных животных брызгали на жертвенник, да? Теперь вот тут он пишет нам, Всевышний говорит нам. Вы иш-иш, мебет Исраэль, человек-человек, всякий, иш-иш – это и всякий человек, из дома Израиля и от пришельца, который живет среди них. Ашер-юхаль-коль-дам, который кушает кровь, да будет кушать какую-то кровь. Бог говорит, я обращу лицо мое против души того, кто кушает эту кровь. Это дам в иекарте ута мекера вама, и я искореню ее из среды народа его. Представляете? То есть, когда человек пьет кровь, если человек пьет кровь, то это карет – отсечение души от еврейского народа. Представляете? Это ужасно. Значит, кровь пить нельзя. Дальше. Почему объясняется 11-й отрывок? Кинефиш абасар бадам и. Потому что душа плоти, да? Нефиш – это животное душа и плоти. В крови она, в крови она, то, что я объяснял. Ваони на татив лахэм аля мизбэах. Я дал ее, назначил вам, Бог говорит, я назначил вам возливать ее на жертвенник. Жертвенник, значит, на жертвенник. Те адам у ба нефиш и хапер. Потому что кровь жертвенных животных искупает кровь, искупает, значит, грехи ваших душ. То есть вот в этом как раз идет какая-то там система, мы же здесь, мы отражение. А в духовном мире идет корень всего, да? И получается, что вот этот вот ритуал жертвоприношений, когда кровь жертвенных животных возливается на жертвенник, там, мажется на ухо, на палец, там, все вот эти вот ритуалы, связанные с кровью, это для того, чтобы искупить те проблемы, которые есть в крови у человека. И, значит, вот так оно работает. Теперь Поэтому сказал я сынам Израиля Сказал я поэтому сынам Израиля, что любая, каждая душа из вас, не кушайте кровь. Вэагер, агар бетохэм, и пришелец, который живет среди вас, лоухальдам, не может есть кровь. Понятно? То есть это очень важно. Теперь дальше интересно. И человек, и сынов Израиля, и от пришельца, который живет среди вас, который охотится на животное или на птицу, значит, каких едят? На съедобных, то есть на кошерных птиц и на кошерных животных. Эддамо, значит, вэшафах эддамо, когда ты эту птицу ловишь, делаешь ешхиту или животное режешь его, нужно эту кровь слить из него и покрыть ее афаром, и покрыть ее землей. Да. Сейчас, сейчас, секунду. Это, это сказано, чтобы исключить нечистых животных, то есть именно тех, которых едят. Надо их кровь, чистых животных, сливать и покрывать землей. Покрывать землей, это похоже на похороны, как из уважения, то есть эту кровь сливают, ее покрывают землей. То есть, чтобы эта душа, она никуда не поднималась и так далее. То есть, вот эта вот животная душа, она, она в крови. Кровь ее с ее душой. Ее кровь является собой душу. Жизнь в той мере, в какой душа, жизнь зависит от нее. Дальше написано, что падаль есть нельзя. Падаль тот, кто ест падаль, то он получается. Вот смотрите, почему нельзя есть падаль. Я помню, когда-то, там есть такой один тренер, психолог Тони Роббинс. Он говорит, не ешьте мясо, не ешьте мясо, вообще есть мясо нельзя. Почему? Показывает фильм. Значит, как издевается над этими животными на мясокомбинатах. Что это за животные, непонятно. Он говорит, посмотрите, если вы едите, и поэтому же не едят индусы, там вот эти все восточные люди. Они не едят по причине, что когда ты съедаешь это животное, то его животная душа входит в тебя. И ты можешь через эту душу, ты принимаешь его качества и свойства. А если это животное было больным? А если оно должно было умереть? А если у него были вот эти всякие какие-то опухоли внутренние и так далее, то вот это вот нарушение в его структуре, его крови, оно переходит к человеку, как программный код. И Тони Роббинс говорит, если вы едите уже, то ешьте только кошерное мясо. Почему только кошерное мясо? Когда кошерное животное убивают, его сразу сливают кровь, моментально. Первое, что делают, это мясо прям высаливают, чтобы в нем не осталась кровь. То есть программный код убрали, остался чистый белок. Мясо не такое вкусное, но в нем уже нет программного кода. Второе, когда слили кровь, животное сразу после этого разрезают и осматривают все его жизненно важные органы. Осматривают очень скрупулезно. Есть в шелхонорухе 70 болезней, признаков болезни на внутренних органах, от которых животное могло бы умереть. Если находят хоть один признак болезни у этого животного, оно не кошерное. То есть тот, кто ест кошерное мясо, он в себя не принимает вот эти вот болезни, которые запрограммированы в больном животном. Это очень важная вещь. Теперь получается, что, а вот у меня была, это моя чистая идея, что те люди, те народы, которые едят насекомых, которые называются шерец, шерец это, которые размножаются, ну, они прям очень сильно размножаются, все насекомые. Так, те народы, которые едят насекомых, они тоже размножаются сильно. Китайцы, у них насекомые, это прям очень важная часть их питания, их полтора миллиарда. Индусы, насекомых едят, едят насекомых только так. Индусов тоже уже там миллиард, больше миллиарда. То есть те, кто едят насекомых, они начинают сильно размножаться, как насекомые. Те, которые едят, например, чукчи, они ели там сердца животных, индейцы, то есть те народы, которые хотели выработать себе жестокость, да, те же вот корейцы, да, они, например, у них было, ну, модно в свое время быть жестокими. Прямо они, чем более свирепый кореец, тем он считался крутой. Так они брали собаку, забивали их до смерти палками, это какую надо иметь жестокость, да. Да, собака эта, она там от боли, от адреналина с ума сходит, и они тут же эту собаку съедали. И они сами были как собаки эти, ну, вот, северные, южные, северные корейцы. Они просто в то время были озверевшие, когда собак ели. Понятно, да, как работает? Всевышний запретил нам есть кровь и есть вообще нечистых животных, падаль, которая умерла непонятно от чего. И, значит, есть можно только кошерное животное, которое проверенное, которое слита с него вся кровь. Все, это единственное, что можно делать. Все, это очень важно. И объясняет нам Раши, то есть, что это он сказал Бог? Я Бог всесильный ваш. Я из Тот, Кто провозгласил на Синае, Я Господь Бог твой. И вы приняли. Признали вы над собой мою царскую власть. Теперь примите мои указы, предопределения, что быть, верить в Бога, это значит соблюдать заповеди Бога. Верить в Бога, это значит делать те действия, которые Бог сказал делать, и через это соединяться с Богом. И не делать то, что Бог сказал не делать. И это то, что душа человека, она это жаждет, она это принимает. То есть, у человека есть желания разного уровня. Есть инстинктивные желания, есть эмоциональные желания, есть интеллектуальные желания, есть рациональные желания, то, что для меня правильно сделать. А есть духовные желания. Так вот, быть свободным, это выйти и делать желание своей души, потому что жить будет только душа, и в итоге только те желания, которые духовно совпадают с желаниями Всевышних, за них не надо платить, потому что за все остальное надо расплачиваться страданием. И все желания, которые человек получает, удовлетворяя желание своего животного начала, потом за все это есть расплата. Вот так вот, ну и все, и каждый желает. Или он хочет получать удовольствие духовное, и за него уже не надо платить, то есть это как раз нет там ни грусти, ничего. Духовное развитие – это то, которое дает только удовлетворение. Или же в материальном мире за все надо платить, и жизнь человека направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, значит, руку потеряешь, направо пойдешь, то потеряешь. То есть, когда ты удовлетворяешь свои животные желания, обязательно что-то потеряешь. Все, всем Песох Кашер ВСМА, хорошего Песоха. И чтобы вот осознать это и начать делать, потому что самое тяжелое в этом мире – изменить свои привычки, изменить свою природу. И завтра ночью есть возможность выпрыгнуть из своих штанов, можно так сказать, старых, и запрыгнуть в новые красивые духовные чистые светлые одежды. И заслуга этого, чтобы даже если у человека есть такая цель – присоединиться ко Всевышнему, то Всевышний слышит его молитвы. И поэтому я всем желаю божественных благословений, чтобы Бог услышал ваши молитвы. Кому надо выздоровление – выздоровление, кому надо благополучие – благополучие, кому надо семья – семья. Но чтобы все ваши молитвы были для того, чтобы лучше, больше, ярче, красивее служить Всевышнему. Все, хорошего дня, Песох Кашер ВСМА. Кашерного и веселого Песоха.